Всем привет, с вами Encrypted и сегодня мы поговорим про 7 юных гениев, которые заработали на NFT и блокчейне. Поехали! Этот год стал прорывом для технологии NFT. Оказалось, что токенизированные картинки и песни можно продавать за хорошие деньги. А еще оказалось, что это так просто, что справятся даже дети. Кстати, если вы еще не в курсе, как создать свой первый NFT, вот хорошая обучалка по этой теме. А пока давайте вспомним самые успешные истории, в которых главными героями стали дети. 12-летний лондонский школьник Беньямин Ахмед, типичный лондонский школьник, не знал, чем занять себя во время бесконечных карантинов и каникул. Поэтому взял и токенизировал картинки с китами из любимой игры Minecraft. А потом продал свою коллекцию за 290 тысяч фунтов стерлингов, около 400 тысяч долларов. Следующая история про Нилу Хейс. Это юная, но очень креативная школьница из США. В отличие от мальчика с китами, ее NFT основаны на реальных картинах. Девочка любит рисовать людей с длинными шеями. Потом она переводит свою живопись в JPEG формат и генерирует NFT. Картины Нилы продаются на маркетплейсе OpenSea. На данный момент она продала работу на сумму более 6 миллионов долларов. И снова киты рулят. 14-летняя Эбигейл рисует их в своем мультяшном стиле, а брат трейдер помогает оцифровывать эти картинки и продавать на аукционах. Всего в коллекции 7 980 китов. Причем некоторые из них имеют редкие детали, поэтому продаются дороже. Благодаря такому маркетингу семейный подряд заработал на покупках более 1 миллиона долларов и активно занимается благотворительностью. С момента своего создания 16 октября 2021 года, Belugis пожертвовали 200 тысяч долларов многочисленным некоммерческим организациям, включая Beluga Whale Alliance, Ocean Defenders Alliance и Фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями Sunshine Kids. Следующая история про Эмилио. Это не самый богатый художник из нашего рейтинга, но зато он самый юный. Мальчику всего 6 лет. Больше всего Эмилио любит рисовать пиццу и мороженое. Но бывают и абстракции в стиле детских каракулей. Сейчас его работы есть практически на всех популярных NFT аукционах. Интересно, что 10% от продаж он переводит в благотворительный фонд. Сейчас проще всего заработать на рисунках. Но этот хайп скоро пройдет, а может и нет. А вот программисты всегда в почете. Как, например, 13-летний вундеркинд Гаджик Наик. Мальчик из Индии с детства увлекается программированием. Он создал DeFi протокол PolyGash на блокчейне Polygon. Сейчас эта платформа управляет активами на шестизначные суммы. Следующий вундеркинд Лайя. 14-летняя цифровая художница из Индии. Она создает динамически объемные узоры под названием «Пятое измерение» и продает их на многих платформах NFT. В среднем за такую работу Лайя берет по одному эфиру. Около 4 тысяч долларов. Ну и последняя история из Техаса. Как известно, Техас стал мировым центром майнинга. Но биткоины тут добывают не только крупные корпорации, но и обычные дети. Брат и сестра впервые попытались заняться этим на каникулах. Для этого они использовали игровые ноутбуки. Сейчас у них собственный офис в дата-центре. А в месяц дети майнят валюты на 60 тысяч долларов. Как видите, успех не зависит от возраста. Главное верить в себя, не сидеть на месте и не стесняться пробовать что-то новое. Ну, а Encrypted желает вам в этом году найти свое вдохновение и воплотить все мечты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok